Жуткая авария в металлургическом районе. Иномарка влетела в столб электроопоры. Три человека пострадали. Доставать одного из раненых пришлось городским спасателям. Эти кадры – последствия ДТП на перекрестке улицы Мира и Румянцева. Городские спасатели вытаскивают из салона Ниссана водителя. Ему зажало ноги. Ничего на заднем сидении. Оно просто в кровище все. Также пострадали еще два человека – пассажирка Ниссана и шофер второй машины. По предварительной версии, Ниссан и Киа столкнулись лоб в лоб, после чего кроссовер вылетел с проезжей части и врезался в столб. Удар был такой силы, что электроопора рухнула прямо на машину, зажав водителя. А это – последствия аварии на Копейском шоссе. По одной из версий, Ниссан пошел на поворот, а Форд Фокус ехал прямо. По словам очевидцев, легковушка пролетела на красный. Так это или нет, еще предстоит выяснить инспекторам ГАИ. От удара Ниссан отлетел в другую легковушку, а потом в столб. Судя по кадрам, машина вряд ли подлежит восстановлению. Водитель получил травмы, но от госпитализации отказался. Неудачно выехал с парковки. Водитель этого автомобиля, видимо, не посмотрел по зеркалам и задел иномарку. На пешеходном переходе автомобилист решил уступить дорогу пешеходу. Затормозил и получил удар в бампер. Эти кадры в редакцию 31-го телеканала прислал очевидец. По словам автора ролика, легковушка сбила велосипедиста. Пострадавшего увезли на скорой. А все выходные очевидцы выкладывали в сеть видео с военной техникой на улицах Челябинска. Вот броневик спокойно разъезжает по ЧТЗ. Это БТР на Первом озере. Плывет БТР на рыбалку, наверное, или за хлебом Чурилова, или за огурцами. Все в порядке. По словам очевидцев, в машине сидело около семи человек. Челябинцы отметили, что уже не в первый раз видят военный автомобиль в окрестностях озера. Такая грудь.